Поднять паруса. Наш земляк, яхтсмен Алексей Шлямин стал бронзовым призером чемпионата России по одному из самых красивых и зрелищных видов спорта – парусной регате. Состязания проходили в Финском заливе. Сразу после возвращения с Балтики он встретился с нашим корреспондентом Рифатом Фаткулиным. Белоснежные паруса на водной глади в лучах июльского солнца. Яхтсмен Алексей Шлямин в спорте уже 35 лет. По воде он ходит как по земле. В чемпионате России состязались 25 экипажей со всей страны. С утра и до глубокой ночи. Кандидат в мастера спорта Алексей признается, сбылась его давняя мечта – попасть в тройку лучших яхтсменов. Секрет успеха – это все-таки команда. Потому что один не выигрывает шерегату, и это экипаж. Экипаж состоит из четырех-пяти человек, и все-таки работают все в команде, и от каждого зависит. И когда работают профи, все без слов знают, за какой там шкод потянуть, куда сесть, или наоборот, куда не садиться нам, чтобы не помешать лодке. Порывистый ветер бьет в паруса. Белый треугольник мчится по Волге. Опытный яхтсмен делится. В гонке главный старт. И чтобы все прошло успешно, необходимо задействовать сразу две силы – физическую и умственную. Скорость, говорит спортсмен, достигает 15 км в час. Чем сильнее ветер, тем больше приходится работать мускулами, чтобы удержать судно. Если же на воде штиль, то рассчитать верный курс и разложить галсы – задача для тренированных умов. Ну, погоду не предугадаешь, и надо просто быть готовым и считать. Есть правило такое у меряков и ухсменов – считать ближе себя к опасности. То есть, вроде бы светит солнце, но издалека какая-то видна тучка, да? То есть, ты должен уже думать, какой парус ты поставишь, когда задует ветер. Что-то заранее сделать. Может быть, поменять паруса, уменьшить площадь парусов. Или выбрать другой галс в сторону, уйти от этой тучи. За плечами морского волка – Ладожское, Онежское озера, Балтика и Черное море. Больше всего, наверное, поразило. По красоте это Ладога, а по своей какой-то непредсказуемости и по огромной акватории – это Балтийское море, конечно. Естественно, страшно, всем страшно, когда какая-нибудь там Балтика, берегов не видно, волны огромные, ветер такой, что смотреть нельзя против ветра. Естественно, все, как все нормальные люди, адреналин зашкаливает. Умный, как шахматист, сильный, как тяжелый атлет, ловкий, как гимнаст и смелый, как альпинист. Ему не страшен ни шторм, ни девятый вал. Алексей Шлямин готовится к покорению очередной спортивной вершины. Ближайшие старты совсем скоро состоятся в Санкт-Петербурге. Рифат Фадкулин, Александр Петров, Республика.